Книга «Открытым оком», вопрос 1225, 4 том, тема «Святая Библия». «Я читал в толковании, в трёхтомнике Лопухина, на 4 Евангелия, что клятва запрещена пустая, ложная, фалисейская, а правдивая, как в суде и другие, разрешена. Ссылка делается на то, что апостол Павел призывал свидетелей Бога и не раз. Поясните». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В нашей книге «К истинному православию» в главе «А я говорю вам, любите врагов ваших» дан полный ответ. Призвания свидетелей Бога встречаются у апостола Павла семь раз. Прочтём их внимательно. Римлянам 1 глава 9 стих. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, в благоуствовании сына его, что непрестанно вспоминаю о вас». Разве апостол Павел в чём-то клянётся здесь, что будет защищать родную коммунистическую партию до последней капли крови? Апостол Павел говорит о Боге как свидетеле для самого себя, что он всей душой полюбил Христа и детей Божьих, что и подтверждается всей его жизнью. Если бы не Бог, раз и Ягба мог так поступать. Римлянам 9 глава 1 стих. «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Когда нас спрашивают, какие доказательства есть у вас, что мы приняты Христом, что искуплены им от суетной жизни, мы отвечаем, что есть доказательства и в природе, и в книгах, и в изменениях нашей жизни. На все эти доказательства есть очень веские контрдоводы, потому что наши доказательства основаны как на видимом, так и на невидимом уровне, и в этих доказательствах основная роль отводится разуму и немного вере. Но самое веское доказательство – это свидетельство нашей совести. Здесь нет ни разума, ни опыта, ни доказательств, но внутреннее свидетельство – голос Духа Святого через нашу совесть, и апостол Павел в данном случае прибегает именно к этому доказательству. Абсолютно неотразимому, никакими контрдоводами. 2 Коринфянам 1.23 Когда призываю во свидетели, Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я до силия не приходил в Каримф. Апостол Павел знал о всех неурядицах, отступлениях в Каримфской церкви. Он готов был с ними расправиться немедленно, но щадил их по любви к ним и не приходил, откладывая свое посещение до полного их справления. Но враги истолковали это иначе – незначительностью, неубедительностью его проповеди в личном присутствии, его неавторитетностью, так как он некогда был гонителем христиан и лично со Христом не встречался. Апостол Павел ничем не мог опровернуть их поношение. Кто мог знать его внутренний мир, кроме Бога? 1 Коринфян 2.11 «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Он как бы говорит «Я верующий, никогда не лгу, да и какой мне прок говорить вам неправду? Мой Бог знает, что я люблю вас, и только это является причиной того, что я не стремлюсь в скором времени посетить вас». Где же здесь клятва? Апостол Павел разговаривает о Боге, как Иов, как с близкими и дорогими человеками, говорит «Вот он, мой друг, свидетель». Послание Филиппинцам 1.8 «Бог, свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». 1 Фессальникицам 2.5 «Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти. Бог, свидетель». 1 Фессальникицам 2.10 «Свидетели вы и Бог, как святые, праведные и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Евреями 2.4 «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Смысл таков, что подобные знамения и чудеса в такой удивительной силе и при таких дарах Духа Святого возможны только как от самого Господа Бога. Он и засвидетельствовал это столь необычно. Где же здесь клятва? Против клятвы абсолютно категорически выступали Василий Великий, Григорий Богослов и Иван Златоуст. Матфея 5.3.4.36 «А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Иакова 5.12 «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакую другую клятву, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть с осуждению». Клятва – торжественное обращение к всемогущему Богу, верному или нецемерному свидетелю того, что утверждается или отрицается. У евреев была прямая и непрямая клятва. Клялись евреи иногда жизнью царя, бытие 42.16, жизнью какого-то любого частного лица, 1 царство 1.26, полевым скотом, песня 2.7, храмом, алтарем, жертвами, Матфея 23.16 по 22 стих. Клялись поднявшими руку вверх, бытие 14.22, обратившись лицом к жертвеннику, 3 царство 8.31, или положив руку под стегно, бытие 24.2. Клятвы произносились при следующих случаях. 1. Когда заключался заветный договор между людьми, бытие 14.22, деяние 23.21. Б. Когда заключался договор между царем и его народом, и наоборот, 1 царство 14.24, 28.3 царство 18.10. Иногда при произнесении обета, числа 32. И четвертое при раскрытии какого-либо преступления, числа 5.21, Матфея 26.63. И заклинаемый отвечал на это, амиль, или ты говоришь.